Всем привет, у меня для вас хорошие новости, вышло обновление 1.16. Обновление довольно-таки хорошее и большое, так как в него добавили целых два дракона. И они под статусом легендарные. Это переводится как особый акул Ханри Шарк. Только тут они у нас будут называться легендарные драконы. У них тоже есть свои уникальные способности. Один у нас робот с пулеметами, бомбами и ракетами, а другой у нас электрический дракон. Он у нас такой странненький, конечно, полупрозрачный, чтобы так сказать. Я не смогу, конечно, показать детальные геймплеи на этих драконах, так как я не смог взломать игру вообще, блин, с каких сайтов не пытался, вообще ничего не получилось, чтобы вам показать детальные геймплеи. Конечно, он так. Я думаю, Ubisoft нагнули всех вот этих взломщиков, и они не могут просто новые версии выпускать взломанные вот так вот. Потому что я все сайты обрыл, и нету нигде просто новой взломанной версии, даже прошлой взломанной версии 1.15. Вот так вот, конечно, у нас все. И взломать через Lucky Patcher тоже, кстати говоря, у меня не получилось так-шоу, но будем так записывать обзоры. Я покажу просто краткий геймплей, и все. Все, давайте, пойдем я вам покажу этих драконов новых. Один из первых легендарных драконов у нас называется Меха Монстр. Это у нас такой специфический робот, дракон-робот. Он очень похож на акулу-робота из Ханри Шарк Эволюшн. Ну, так сказать, разработчики немного стыб сделали идею. Ну, в принципе, это ихняя продукция, имеют полное право. Дракон выглядит специфически очень. Такое ощущение, что он реально вот сейчас развалится. У него отвалятся эти лапы, голова и все, с чего он сделан. Ну, выглядит прикольно, так смешно. Давайте почитаем его биографию. Механическое чудовище гоблинское. Порой работает. Хочется сказать, не работает, а пародия какой-то. Оснащенное скорострельным орудием, ускоряйтесь, чтобы стрелять из пулемета. Используйте золотые фрагменты, чтобы развивать своих легендарных драконов и улучшать их неспособности. Пятый уровень. Дает возможность не только стрелять из пулемета, но и запускать ракеты. Пятнадцатый уровень. Дает возможность сбрасывать бомбы. И двадцать пятый уровень. Выпускает беспилотник с мини-пушкой, который обстреливает врагов. Вот у нас такие возможности. Потом MLXL. Не вижу смысла читать эти способности, так как на этих уровнях нам даются способности обычных драконов. Чтобы мы могли стены пробивать данного типа. Там и есть больше животных. Второй дракон у нас Electrum называется. Но по его имени и по его внешнему виду видно, что это электрический дракон. Похожий на электрическую акулу из Ханри Шарк. Эволюшн также. У него внутри сердце какое-то такое бултыхается. И вообще вот это электричество из него выходит такое классное. Мне аж нравится. Стоит же он также двести самоцветов. Нам еще плюс дают двадцать пять золотых фрагментов. Прикольно выглядит. Мне нравится. Еще задний фон красивый. Так, давайте почитаем его биографию тоже. Биолюминесцентный дракон Умгарин. Наделенный огромной электрической энергией. Ускоряйтесь, чтобы стрелять электрическим лучом. На пятом уровне электрический луч поражает еще одного врага в зоне досягаемости. Пятнадцатый уровень. Электрический луч может вызывать взрыв и поразить нескольких врагов. Двадцать пятый уровень. Электрический луч поражает еще трех. Врагов в зоне досягаемости. Ну и это опять у нас MLXL. Так. Еще оно, кстати, означает это слово. Биолюминесцентный. Биолюминесцентный. Это способность живых организмов светиться самостоятельно или с помощью симбиотов. Биолюминесценция основывается на химических процессах, при которых освобождающаяся энергия выделяется в форме света. Вот что означает это слово, чтобы вы знали. Если честно, сложно выговорить это слово. Можете даже сами пробовать его выговорить. Первый раз оно сложно выговаривается. Сложное слово и навряд ли вы его вообще где-то слышали. Вот такие у нас два дракона. Довольно интересные драконы и необычные. Мне нравится, как накоплю 200 самоцветов. Сделаю, может, видео про них. Ключевое слово может. Кстати говоря, на заднем фоне, вот тут у нас есть такая прикольная музычка. Она уникальна, не такая, как обычно, когда мы в лобби. Ну, когда дракона себе выбираем или питомца на дракона. Короче, послушайте вот эту музычку несколько секунд. Думаю, она вам тоже понравится, как и мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот и прослушали мы эту музыку. Давайте теперь я покажу геймплей на этих драконах двух. А то, я думаю, вы уже устали мою болтовню слушать. Всё, погнали. Я ничего говорить не буду. Включу музыку. Смотрите, под музыку краткий геймплей на двух драконах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok